Польское специализированное интернет-издание Defense 24 сообщило своим читателям, что российская угроза из Калининградской области РФ серьезно возросла. Процесс формирования 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса идет ошеломляющими темпами. Кроме того, было отмечено расформирование 79-й мотострелковой бригады и организации на ее основе четырех отдельных полков 79-го, 275-го и 280-го мотострелковых и 11-го танкового, которые, как подозревают поляки, могут стать бригадами. В материале также приводились подробности насыщения новейшими типами вооружений частей и подразделений ВСРФ на этом направлении. Комментарии польских читателей не заставили себя ждать. Калининградская область всегда имела стратегическое значение. В последнее время оно выросло еще больше. Для всех очевидно, что из-за наращивания численности контингента США в Польше, России пришлось активизировать процесс милитаризации региона. Вашингтон насаждает страх, Москва вынуждена военизирует Калининград, но полем боя станет польская территория, именно мы понесем наибольшие потери. На нашу беду проамериканское лобби в Варшаве остается сильным, так что уровень нашей безопасности продолжит снижаться. Обратил внимание Трсинг. Запад первый начал, так что он получил, чего добивался. Непонятно зачем России новые вооружения, если у НАТО одно старое барахло. Модернизированная российская техника лучше натовской, считает Лоджис. Один читателей решил продемонстрировать эрудицию, надеясь на поддержку русофобов. Он заявил, что по экономике Россия сопоставима с Испанией, но при этом имеет вторую по силе армию на планете. Такое соотношение он назвал безумием. При этом он не потрудился уточнить, как он произвел вычисление. Испания может забросать Россию единственным своим продуктом, помидорами. Россия способна стереть Испанию одним залпом ракет. Ответил предыдущему комментатору Ханис, которого по его диалогам сложно заподозрить в любви к Москве. Одна часть читателей вспомнила о попытках Наполеона и Гитлера завоевать Россию, и что из этого в итоге вышло. Другая часть вообще заглянула в седую древность, рассказав об избиении под Москвой в начале 17 века и напомнив о разделе Речи Посполитой между Российской империей и Пруссией в конце 18 века. По общему мнению поляков Россию не стоит недооценивать, это серьезный противник, который будет упорно драться до самого конца с любым врагом. При этом Польше лучше держаться подальше от этого процесса, ведь русские первыми вряд ли нападут. Заметим, что среди польских чиновников и политиков также достаточно здравомыслящих людей, абсолютно не заинтересованных в войне с Россией.